Финансовый деловой туристический центр регионального значения. Таким едят авторы нового генплана Краевую столицу в ближайшие 20 лет. К тому же, по прогнозам специалистов мэрии, население города за это время вырастет до 740 тысяч человек, а значит больше автомобилей, больше пробок. Так что вспомнили и о самых фантастических планах. Проект тоннеля под железнодорожными путями, который должен связать проспект Красноармейский и улицу Юрина. Несмотря на свою, казалось бы, фантастичность и дороговизну, он также учтен в новом генплане, что дает шанс на его реализацию. Впрочем, как пояснили сегодня городские власти, ситуация такова, что практически все городские магистрали требуется расширять. Иначе с ростом потока машин не справиться. Это коснется Власихинской, Антона Петрова, Юрина. А чтобы отвезти от города большегрузы и заодно сберечь асфальт, запланировали объездную дорогу, которая должна начинаться от Гонбинского тракта. Она соединяет у нас Павловский тракт, она у нас проходит за, так скажем, поселком Лесной и уходит на Зеленогорский тракт, за поселком Бельмесева. Новое жилье планируется строить в сторону запада-северо-запада. Также предлагается более активно сносить ветхое жилье, заменяя его новостройками. При этом простились с планами жилой застройки правого берега Аби. Отныне здесь будут лишь развлекательные и выставочные центры. Впрочем, документ не окончательный. Согласно закону, теперь предстоит долгий период правок и дополнений. Документ это кроворода, который затрагивает интересы многих жителей города Барнаула. И в частности, генеральный план подлежит обязательному прохождению процедуры публичных служений. Этому посвящена статья 28 Радостроительного кодекса Российской Федерации. Именно такие публичные слушания, как сообщили сегодня в мэрии, намечены на январь следующего года. Отдельно подчеркивается, высказывать свое мнение о будущем облике города могут не только специалисты, но и простые горожане, как лично, так и с помощью средств массовой информации. Илья Кочетков, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости.